всем привет свое утро я начала знаете с чего я стала смотреть видео прошлогодние как я была у родителей жила там в своем доме стройотряд прибыл к месту работы какая-то ностальгия что ли было я поняла что в блоге это блин очень круто потому что ты можешь вспоминать какие-то дни которые были я сюда приехала я думала что я тоже буду каждый день снимать какие-то видео но потом как-то рутина вся это засосала и ну никаких влогов нет потому что по факту ну жизнь достаточно монотонная учеба работа я решила попробовать как вам идея такая последние денечки зимы это классно вот такая погода сегодня и знаете что птички на улице поют скоро буду проводить в комнату интернет сегодня вот так вот закрепила этот провод просто не хочу чтобы что-то лишнее болталась так что будет скоро у меня в блоке виши вай фай еще и обязательно каждый день просматриваю какие задачи мной выполнены что я не сделала что еще можно распланировать всегда все стараюсь планировать чтобы не забывать у меня прям помесячно все это расписано в общем очень много задач и я ставлю себе галочки когда их выполняю ну собственно это позволяет мне не забывать о каких-то важных делах о каких-то встречах кто также делает новая микроволновка потому что то сломалась и мы скинулись со всеми студентами которые живут на нашем этаже и теперь у нас новая микроволновка потому что жизнь без микроволновки это сложно тот момент когда были выходные и собственно никто не выносил мусор мусор плита конечно тоже не самая чистая и прекрасную ариалия общежной жизни всем приятного аппетита кто кушает скорее у меня сегодня какой-то завтрак и обед если честно потому что обычно завтрак я делаю кашу молочную кашу на молоке но сегодня у меня закончились продукты все вчера мне некогда были покупать поэтому сегодня мы с вами идем в магазин закупаться и поэтому я ем обеденную еду на завтрак а время в принципе 11 13 пока я сделала все свои дела уже время то и принципе обеденные киселечек капусточка я вот такую капусту покупаю в ленте мне очень нравится квашеная капуста с клювом и и и и иду выбрасывать мусор а потом в ленту как вы можете видеть наше здание в уже преобразились наконец-то их практически до штукатурил по года действительно прекрасная э � dzisiaj я себе устроила выходной от работы и от учебы поэтому весь день посвящаю своим делам Практически весь предыдущий месяц я работала без выходных, поэтому я очень-очень физически устала, и этот отдых мне просто необходим. И сейчас из-за того, что я устроилась на работу, да, я устроилась на работу, я гораздо реже посещаю учёбу, потому что работа занимает всё свободное время. Чувак, чтобы успеть на автобус, перескочил через турникеты. Успел. Даже не стал пропикивать. Забавно. По прогнозу действительно минут 10 показывает. Ветра нет, я даже сняла капюшон, настолько пригревает. Было бы холодно, я бы так не ходила, я уж не совсем на голову отбитая. Я сейчас вместо шапки хожу в капюшоне. Получается, в кофте от капюшона. Чё я сказала? В капюшоне, ладно. И ещё в одном капюшоне. И так даже гораздо теплее, чем в обычной шапке. Получается, что здесь всё прикрыто. Идём по обычной дороге. Я, кстати, говорила, что в Пунке было такое одно нелегальное КПП в ленту, когда нужно было перелезть через забор и дерево, по которому люди перелазили, спилили. КПП в ленту РИП. Я, правда, за эти полгода так привыкла к Пунку. И я так люблю это место. Мне настолько нравится. И вот последние два месяца я находилась здесь большую часть времени. В город практически не ездила. И настолько классно, когда тебе никуда не надо ездить. Но я очень рада, что я сдала эту сессию. Ничего не записывала, ничего не снимала. Было сложно. И, не поверите, сдавали пять экзаменов. И я все пять экзаменов сдала на пятёрки. Такое вообще первый раз в жизни моей было. Так что я могу собой гордиться. Ещё недавно пересдали всей группой зачёт. Это было сложнее даже, чем некоторые экзамены. И всё. Буду закупаться, когда приду. Я думаю, я вам покажу. Будет обзор. Всегда интересно смотреть обзор на покупки. Подошла к делу с морепродуктами. Увидела, что на креветки, ну и не только на креветки, скидка. И я решила вот выбрать креветочки. Вот такие вот креветки королевские 479 рублей за килограмм. Получается на 172 рубля мне вышло. 360 грамм. Ну, конечно, там лёд есть тоже, понятное дело. Но немножко так побаловать себя, я думаю, можно. Тем более, это очень полезно. Ещё были чуть-чуть подешевле вот эти вот. Не знаю вообще, в чём разница. Но я почему-то решила выбрать именно те. Я стала брать вот такое вот молоко, которое пастеризованное. Но раскидка на него, значит, берём его. Что ж, закупилась всем тем, чем планировала. Сегодня, наконец-то, буду варить суп. Купила борщевую заправку, ещё заправку для солянки. Но сегодня будет борщ. Я просто уже устала есть одно-второе. Я хочу приготовить супчик. Ой, просто почему я не делаю супы? Во-первых, не особо как-то хотелось. Во-вторых, не было контейнеров, чтобы держать этот суп в холодильнике. А я сейчас в последнее время покупала много капусты квашеной. И из-под неё вот эти вот баночки остались. Поэтому, да, будет у меня сегодня праздник живота в виде борща. Так что будете сегодня со мной варить борщ. Конечно, не совсем традиционный, потому что всё-таки купленная борщевая заправка, а не самостоятельно приготовленная. Но в общаге, да и в принципе, знаете, как это, заморачиваться не хочется. Кстати, напишите, как вы относитесь вот к таким продуктам, как заправки для супов. Покупаете ли вы их или нет? Это что, марковские котики? Какой мягенький. Послушайте, как птички уже поют. Депутат сошла, пока я тебя дотащила. Итак, что было мною куплено? Капуста, креветочки, свинина для борща, бананчики, яблочки, батончик, кефир, молоко, два апельсинки, две апельсинки. Вот такие две заправки для супов. Зубная щётка, закладки для блокнота. Итого, чек у меня вышел на 911 рублей, с учётом того, что это мне подарок за шаги в ленте. Кто-то наверняка знает такую акцию, что накапливаешь сколько-то там, шагов пять, по-моему, и тебе любой товар бесплатный до 100 рублей. Надо было вот эту вот мне пачку оплачивать за шаги-то. Она стоит 93 рубля. А я что-то решила эту, а она 77 рублей, по-моему, стоила. Что-то типа того, или 72 рубля. Что-то я тук-тук не подумала. Мне кажется, уже надо размораживать холодильник-то, ёлки-палки. А я даже не заглядывала. Не знаю. Значит, нужно размораживать. А это надо было делать, когда у меня там минимум продуктов. Теперь задача. Думать, когда это сделать. Как же я рада, что у меня солнечная сторона в комнате. Что бы было, если бы я жила бы на той стороне. Я бы вообще этого солнца не видела. Его, в принципе, мало. А когда оно появляется, я распахиваю все окна. Я сразу ближе к окну. Всё только, чтобы наслаждаться им. Ещё сейчас я засняла небольшое вертикальное видео. Так как YouTube сейчас активно продвигает шортс-видео. Поэтому хочу выставить тоже что-то такое. И сейчас села за монтаж и буду для вас смонтировать этот ролик. Бэкстейдж. Съёмок вертикальных роликов. Антисанитария, грязь, тараканы. Наверное, такими словами можно описать большинство российских общак. Я живу в комнате на двух человек. У каждого студента есть своя кровать, тумбочка, шкаф, стол, а также... Почему шкаф? Так как я живу в блоковом общежитии, то есть здесь есть. Что только не сделаешь ради трендов. Ну вот захотелось Ксюше снять вертикальное видео. Значит, нужно делать и выполнять эту идею. На самом деле мне прямо очень интересно, какой получится суп. Потому что мы привыкли, что вкус супа это такой, в идеале должен быть, как в детстве, когда мама варила. И мамин борщ это всегда самый идеальный суп. А тут как бы... В общем, на 3 литра борща вам понадобится заправка для борща 250 грамм. Мясо или курица я купила свинину. Потому что курицы не было, как ни странно. Грудку я хотела, но в ленте не оказалось. Поэтому купила где-то 300 грамм мяса. Супчик. Потом картофель на 4 штуки. Вот, сейчас нарежем еще. Потом капуста. Капусточку вот такой вилочек. Килограммчик вышел. 20 рублей. Сметану и зелень. Ну, сметану я с супом не добавляю. Добавлю майонез. Зелень я тоже не любитель зелени. Поэтому и не купила. Продолжаем готовить. Вот такая вот фирма Маги. Непроста капустка. Либо ножик такой. Жестковато. Не знаю, правильно ли я пропорции делаю. Так, просто половину капусты порезала. Наверное, слишком будет густой. Я уже даже вижу, что капусты много. И еще даже картошку не положила. А, ну вкусненько пахнет. Сначала думала пол пачки бахнет на суп. Но потом решила, что буду полностью пачку использовать. Потому что в ближайшие дни не планирую еще раз борюсь варить. Все, превращаем наш суп в красный борщец. Насчет, кстати, количества капусты. Там же было написано, что надо 200 грамм. А я бахнула где-то 500. Надо было 1 четвертую от вилка. А я половинку бахнула. Ну, это уже, слушайте, очень похоже на борщ. Настоящий. Даже не верится, что у меня в общаге будет борщ. А ведь мама говорила давно купить заправку и сварить суп такой. Куплю остренькое все, поэтому еще чили бахну. Опа. Ну, кстати, вот эта вот специя прям очень острая. Каенский молотый. Жгучий вкус. Ну, еще бахну чесночка. Мои любимые специи это перец и чеснок. А вот всякие вот типа такие, вот такие вот, я как-то их не особо люблю. Наверное, потому что туда часто добавляют всякие травы, розмарин. А я это вообще не любитель. Пробую. На соль написано на упаковке, что не нужно солить. Прям борщ, офигеть. По вкусу реально, как борщ. А чего я ожидала в заправке для борща. Ой, горячо. Ну, вкусненько. Я бы еще перчика бахнула. Побольше. Пришло время кушать. Ох. Мамма миа. Приятного аппетита всем, кто кушает. Не представляете, как я рада. Супчик в общаге. С хлебушком. Батончик все свеженькое. Мяско. Красота какая. Даже не верится. Вот так вот он выглядит. Получился такой борщик. Но все равно самое интересное это вкус. Насколько он отличается от маминого. И отличается ли в принципе. Это хороший борщ. Однозначно хороший. Так что такую заправку рекомендую. Но с мамином, конечно, не сравнится. Но это вкусный борщ. У мамы больше остринки. Хотя я положила достаточно много перца. Но это прям очень вкусно. Я должна была сегодня идти на школу вожатых. Сегодня какая-то там первая встреча и розыгрыш. Всякого мерчата с ПБГУ. Но я пока готовилась. Время уже. И мероприятие началось. И смысла нету дойти. Очень бы хотелось, если честно, выиграть какую-нибудь футболку с Лейбом, с ПБГУ или кружечку. Но, к сожалению, видимо не в этот раз. Ну все, наверное, уже сегодня последние лучи этого дня светятся в шайбе. Еще на 16-м общежитии. День был достаточно насыщенным. Ну, как мне кажется. Что у нас тут? Покушала. Теперь можно и поработать. На компоктере. Так день-то и пройдет вечер весь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok